Всем привет, друзья! С вами Михаил, играет RAS of Heroes. Пятница, новое обновление. Давайте посмотрим, что нам подогнали разработчики на этой неделе. Будет эта проходная или чего-нибудь интересного для себя найдем. Ребят, если вам нравятся такие видео, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте вопросы, комментарии. Всем каждому, друзья, большое спасибо за поддержку. Итак, Крепость Пустоты. Ребята, обращаю внимание, это уже очень важная локация. Старайтесь ее... Есть на канале Гайд, как ее максимально эффективно проходить. Старайтесь тоже, кому интересна эта локация, как набрать максимум очков, чтобы выкупать магазин максимально быстро. Также у нас обновился наш Тентакль, Тентакль Осьминог. 19.00 по Киеву, ребят, побью на основе, там, по идее, проблем не должно быть никаких. И аккаунт везучий. Вечерком посидим, поразвиваем, мы тоже зайдем, посмотрим. Вряд ли там, конечно, получится боссов пробить, но посмотрим. Всех приглашаю, кому интересно. Так, экспедиционный склад. Понятно, сбор урожая такой уже был. Урожай, плантация, обмен урожая. Специальное предложение. Дерево, вальгала, скудно, скудно, скудно. Нам дают три, ребят, три лейки. Здесь два орба, семь дней, две с половиной тысячи. Очень выгодно, ребят, 14 орбов за две с половиной. На рынке один орб стоит 500. Поэтому однозначно берем, однозначно берем. Здесь дополнительная ячейка для, кто будет донатить, для нашего урожая. Не знаю, есть ли смысл в этом или нет. Призывы, бейл и ничего интересного. Собственно говоря, ничего интересного. Здесь, ребят, лейки используем. Лейки можно или купить. Ежедневный вход это 21 лейка. Плюс каждые два ядра использованных наших орба. Каждые два орба это одна лейка. Максимум 100. Итого в идеале 121 лейка. Есть ли смысл за этими лейками гнаться, ребят? Я особо не вижу смысла. Потому что награды здесь за обычные, без яблока. Яблоко мы можем только за донат открыть. Не представляю чего-нибудь интересного. Ну, максимум, что я себе вижу, ребят. Пишите в комментариях, как вам этот ивент. Что вы придумали интересного. Делитесь информацией. Ну, я здесь вижу максимум. Использовать необходимое количество орбов, чтобы взять 6 тыкв и забрать одну болванку. А так очень скудно. Это писец как скудно, я вам так скажу. Тем более, здесь не один к одному. А, например, колоски это 2 лейки. А тыквы вообще 3 лейки. Ну, такое себе. Здесь автолут. Прошлая игровая неделя. Я забираю, ребят, облики. У кого проблемы с суперинструментами, вот здесь. За 2000 берите. Я себе набрал. Остальное все в свитки закину. Пока продолжаю копить итемки на то, чтобы забрать или артефакт, или метеоры. Не знаю. Я уже начинаю над метеорами задумываться. Метеоры, наверное, мог бы взять Вальгала. У кого нет кейна, шикарная возможность. В кои веки играбельный персонаж. Ну, как играбельный для космоверсии. Весьма-весьма играбельный. Мы тоже на стриме закроем Вальгалу. Здесь проблем не будет. Здесь возврат. Возврат, сколько я получил? 18, да? Точнее, не 18, а 69. Жалко, что нельзя. Жалко, что нельзя забрать 2 раза корнюху. Я бы, наверное, болванку 6-звездочную забрал. Здесь неинтересно. Здесь тоже неинтересно. В общем, я забираю болванку, ребят. И остальное в осколки закину. Странное распределение. Могли бы как-то поинтереснее сделать. Хотя бы, опять же, те же 2 болванки мне были бы намного интереснее, чем вот эти вот сундуки, которые... Блин, особо вам... Особо вам ничего погоды не сделают. Приключения. Ждем, когда оно сбросится. И завтра получим по 100 алмазов за каждую одну кирку, которую мы сохранили. Ну, это для тех, кто использует такую тактику. По этой локации тоже есть на канале Гайд. Это для тех, кто смотрит в первый раз. В общем, такой проходничок. Ничего интересного я для себя, ребят, не увидел. Посидим на стриме, пообщаемся, попроходим чего-нибудь, посмотрим на нашего... На нашего осьминога тентакля. Здесь у нас вроде уже, ребята, более или менее пробили. Сейчас, наверное, уже за кадром как раз... Как раз дочищу, чтобы, возможно, кто будет уже бить босса, чуть полегче было. Надеюсь, видео вам будет полезным. Всем хорошего настроения. Мирного неба над головой. Всем добра-добра. И до встречи на стриме.